Всем привет! Сегодня вторник и накопилось немножко новостей, которыми стоит поделиться. Буквально вчера, если вы смотрели открытие биржи, и можно посмотреть на CNBC, либо на Bloomberg, где вот этот день-день-день-день-день, стоят люди такие радостные, машут ручками. И вчера биржу открывал Коби Брайан. Коби Брайан, как многие, наверное, известно, это очень популярный баскетболист, практически звезда. И что же он там, черт возьми, делал? Коби Брайан уже, так сказать, ушел на пенсию, ушел из большого спорта, как и многие другие профессиональные спортсмены. Рано или поздно приходит в то время, когда стоит, так сказать, отказаться уже от профессионального спорта, потому что, наверное, профессиональный спорт никому здоровья не прибавил, и люди, в принципе, уже стареют. Так вот, день-день он делал, открывал биржу только потому, что он основал инвестфонд в количестве 100 миллионов долларов для инвестирования в разные компании. Начал я смотреть этот вопрос, изучать, и оказалось, что очень многие спортсмены, успешные, у которых есть деньги, они, соответственно, основывают какой-то либо вот этот хедж-фонд. Шакил Анил, к примеру, тоже основал хедж-фонд, который, не хедж-фонд, инвестфонд, правильно назвать, который инвестирует непосредственно в компании тоже из IT-сектора. И начал я тоже этот вопрос смотреть, как часто это вообще происходит, и наткнулся на статью на Блумберге, которая вчера была, то, что многие олимпийские спортсмены, очень много олимпийских спортсменов берут в инвест-компании финансовыми консультантами. Популярные олимпийские спортсмены, у которых есть имя, у которых есть какие-то награды, занимали какие-то медали, по окончании своей карьеры, когда они уже не могут персонально выступать, они выходят непосредственно, всякие UBS и JP Morgan, их там очень охотно берут. Ну, во-первых, естественно, UBS и JP Morgan это комментируют, тем самым, что эти люди уже много чего добились в спорте, у них есть мотивация, соответственно, продолжать добиваться где-то еще, когда они уже не могут добиваться этим спортом. Но здесь, на мой взгляд, работает другая вещь. Во-первых, у профессиональных спортсменов есть друзья профессиональные спортсмены, у которых есть много денег, и, соответственно, им очень просто, так сказать, образовать первую клиентскую базу, которую можно окучивать. Во-вторых, это хороший имидж, когда у вас в компании работают знаменитые какие-то деятели, спортсмены, искусство. Это вызывает больше доверия у клиентов. Ну и, в-третьих, что немаловажно, соответственно, профессиональные спортсмены зачастую очень хорошо выглядят, имеют хорошее телосложение, приятную внешность. Это тоже немаловажно влияет при общении с клиентами. Так вот, в этой статье также в Блумерге говорилось, что очень многие спортсмены, вот помимо того, что есть успешные какие-то кейсы, когда люди зарабатывают деньги, вкладывают на рынок или становятся финансовым факультантами, приводят новых спортсменов, и вот все это растет, есть и негативные кейсы, там, многих хоккеистов, которые попали на Bubble.com в 2000 году и потеряли все деньги. То же самое было там на Bubble Housing Bubble, на кризисе домостроительных компаний, и вот, соответственно, есть такая палка о двух концах, что почему-то вот куда спортсменам еще податься. Если многие там раньше открывали ресторан или еще что-то, сейчас бизнес, наверное, тяжелый и маржинальный, поэтому у всех спортсменов есть финансовые консультанты, которые вкладывают их деньги. Соответственно, если финансовый консультант еще является бывшим олимпийцем, то здесь все, так сказать, карта сходится, пазл складывается, и активно-активно люди из спорта приходят на фондовый рынок. И любопытный момент, если вы не смотрите, на YouTube есть такой парень, Александр Тихомиров, он ведет блог, и они там с другом ехали, разговаривали, и вот он спрашивает, а чем ты сейчас занимаешься? И друг его рассказывает о том, что он сейчас тоже со своим приятелем начинает инвестировать, инвестировать на американский рынок акций, да, то, что, на самом деле, вот еще у Ливермора есть такая штука, когда он у чистящих обуви спрашивает, когда чистящих обуви спрашивают у него, куда пойдет рынок, и тот ему показалось, что будет кризис. Вот не похожий ли сюжет, когда вот все повсеместно вкладываются в фондовый рынок, вкладываются в стартапы, вкладываются в фондовый рынок, да, интересно, к чему же это все приведет? Я, естественно, остаюсь сторонником того, что фондовый рынок – это, наверное, единственное такое место, где еще можно получить какую-то доходность, бизнес достаточно тяжел, вам приходится конкурировать с разными там олигополиями, с разными корпорациями, а фондовый рынок вроде как некое независимое место, где вы можете получить какой-то бенефит от ваших денег, которые уже вы имеете. Так что, ну, раз все вкладываются в фондовый рынок, наверное, еще фондовый рынок не находится на своих максимумах. Но вот Ливермор думал по-другому. Как вы считаете, ну, это up to you, да, я свою точку зрения озвучил. В последнее время очень много выступает членов ФРС, которые говорят о том, что же будет с процентными ставками в этом году. И вот Морган Стэнли буквально вчера опубликовал свое исследование, они говорят, что процентные ставки будут еще очень долго находиться на текущих уровнях. Говорят, и если даже, если даже, кстати, вероятность поднятия ставки до конца года больше 50%, там, 51%, если будет точно больше 50%, звучит достаточно странно. Они говорят, если даже ставку повысит один раз в этом году, то после этого очень будет большая пауза перед тем, как будут ее повышать еще раз. И они сделали такое исследование по поводу того, что очень много emerging markets, когда, соответственно, доллар слаб, деньги идут в emerging markets, развивающиеся рынки, такие, как Россия. И они сделали очень интересное исследование, что с 2016 по 2018 год всем корпорациям и тем, кто держит американские непосредственно долги, долги в долларах, долговые обязательства, нужно будет выплатить до 2018 года 340 миллиардов долларов всем этим в совокупности компаниям, развивающихся рынков. И это на 40% больше, чем за предыдущие три года. То бишь, да, объем выплат очень сильно должен возрасти. И, соответственно, они дальше делают умозаключение, достаточно логичное, с чем я и согласен. И они говорят, что если индекс доллара будет повышаться, если инфляционные ожидания будут выше, если процентная ставка будет повышаться, то, соответственно, развивающиеся рынки будут падать, потому что имеют большую долговую нагрузку. И дальше противоположный вывод. И если же все-таки этого не будет, как они планируют, то, что процентные ставки будут низкие на довольно-таки долгое время, то Emerging Markets будут расти, деньги будут идти туда. Опять же, BlackRock недавно опубликовал свой прогноз. Он поставил Emerging Markets лучше рынка. Говорят, что стабильный доллар, то, что стабильные цены на нефть позволят развиваться этим рынкам. На мой взгляд, в принципе, это резонно, но, тем не менее, о стабильности пока говорить рано. Если мы видим, что два месяца на рынках ничего не происходит, а действительно на рынках ничего не происходит, в целом все колеблется вокруг условно нуля. Да, изменения практически минимальны. И да, это можно говорить об этом какой-то стабильности. Но если же мы увидим опять какое-то сильно затяжное падение, либо какую-то турбулентность на, соответственно, рынке денег, на долговом рынке, то тут уже ни о какой стабильности не может идти речь. Вспомните, когда нефть была 100, кто говорил вообще о том, что она может стоить 27, кто мог предполагать такое падение. Но, тем не менее, это произошло. И, соответственно, в любой момент, естественно, это может повториться. Все ждут очень пятничного заседания в Джексон-Холле, то, что Еллен что-то скажет. Даже есть мысли о том, что в районе она может запустить новое Куе, есть такие вещи. Хотя Дадли, Биллиамс, Эванс, последние все выступления, это члены ФРС, говорили о том, что все-таки экономика, как они выражаются, США, fully employed, полностью количество рабочих мест соответствует, сколько они планировали. Безработица в 5% они достигли ее, там, получается, 4-9 безработицы, они к 5 стремились. И инфляция, в принципе, 2% они тоже достигли. И вот когда экономика американская выходила с своего пике, там нужно было, чтобы создавалось новый рабочий мест, примерно по 180 тысяч в месяц новых рабочих мест в Америке должно создаваться. И сейчас он говорит то, что эти темпы не сбавляются. И такое большое количество рабочих мест, в принципе, американской экономике не нужно. То есть американская экономика уже чувствует себя очень хорошо, но эти темпы нужно как-то тормозить. Соответственно, как оно это может тормозить? Он говорит о повышении ставки. В принципе, все последние изречения, которые были у членов ФРС, они были достаточно, как говорится, ястребинами, хокиш. Но, тем не менее, они говорили, что ставки могут быть долгое время низкие, нужно что-то менять. Но все неоднократно повторяли о том, что экономика американская стабильна, и, соответственно, нужно немножечко закручивать гайки. В принципе, так и ожидает рынок. Так и ожидает рынок то, что единственное повышение ставки, вероятно, оно будет в декабре. По крайней мере, FedFundFutures показывает, что больше 50-51% это имеется. По рынке нефти. А, кстати, чтобы вы понимали, простую аналогию индекс доллара и российский рубль. Соответственно, если индекс доллара растет, российский рубль будет падать по одной причине. Потому что нефть торгуется в долларах, соответственно, индекс доллара растет. Если спрос и предложение нанять будет оставаться на тех же уровнях, соответственно, нефть будет дешеветь, и российский рубль, и экономика многих emerging markets тоже будет буксовать, будет снижаться. Интересное заявление сделал министр энергетики Ирака. Он обратился ко всем иностранным компаниям, чтобы они начали больше добывать нефти, для того, чтобы максимизировать прибыль. Не знаю, пытается ли он играть против американских сланцевых компаний, которые начали заново, так сказать, оживать. Количество буровых каждую неделю прирастает, прирастает. Видимо, мы уже прошли дно. Но, тем не менее, непонятно, какую он игру ведет. Отчасти он, наверное, пытается отстоять свою экономику, в первую очередь, потому что это экспортная экономика, нефтяная, углеводородная. И поэтому, наверное, до остальных ему нет дела. Но, тем не менее, он один не хочет увеличивать очень сильно добычу и хочет, наверное, чтобы все его поддержали, чтобы не было давления со стороны экспортеров нефт-саудовской Аравии, со стороны ОПЕК, со стороны Америки, что типа, а что это ты увеличил добычу? Вот он предлагает сразу всем, 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 всем подняться и начать увеличивать добычу. Ну, если честно, на рынке нефти, не знаю, я пока не вижу никаких либо трендов, никаких либо разворотов. Мы имеем определенный флэт, как, в принципе, и на индексе доллара. Значительных движений нету. И вряд ли мы увидим сильные движения в ожидании той же пятницы, джекинг-бола. Наверное, скорее всего, только в середине сентября рынок будет формировать какие-то тренды. Но, тем не менее, почему нужно сидеть за терминалом сейчас? Нужно смотреть, как рынок реагирует. Пока он, конечно, никак не реагирует, но, тем не менее, вот ранние стадии зарождения тренда, новые тенденции нужно искать, когда рынок стоит. Не нужно там кто-то тыкаться, ломиться головой, что-то проверять и так далее. Нужно хотя бы просто наблюдать. Наблюдать со стороны, смотреть, какие действия делают крупные игроки. Из таких новостей уже ближе к акциям, наверное, они вообще мало кого интересуют. Это, конечно, не индекс доллара, не о том, когда покупать доллары, когда нужно ехать на отдых. Это любимый вообще вопрос на всяких радио и телевидении. Но, тем не менее, лифт, это типа Убера, ищет покупателя, хотят они продаться за 9 миллиардов долларов. Убер сказал, что больше 2 миллиардов долларов за это, если читать между строк говно, как бы платить не стоит совершенно. И, соответственно, он говорит, что цена лифта очень сильно переоценена. И Убер сказал, что за 2 миллиарда мы их заберем. Напомню, что большинство сейчас компаний, таких как Uber, Lyft, они работают в сторону self-driving car, то есть машины, которые самостоятельно ездят. И уже в Филадельфии Убер испытывает, кстати, на Volvo. Все думали на Tesla, а оказалось на Volvo. Икси 90-х непосредственно управление машина без водителя. И вы, теоретически, проживая в Филадельфии, можете заказать машину, которая будет ехать без водителя. Но там в любом случае будет один, по-моему, инженер и один наблюдатель. Инженер, если что-то вдруг исправит, остановит, взять управление на себя, наблюдатель будет фиксировать показания этой машины. И, наверное, больше такой юзер-экспириенс человека, когда его везет не конкретный водитель, а, соответственно, механика. И вот тут акции, которые были достаточно интересны. Mobileye, они, в принципе, с Tesla сотрудничали по автономному вождению. И тут Mobileye заключила соглашение с Delphi Automotive. С Mobileye – это MBLY, Delphi Automotive – это DLPH. Потому что они будут создавать свои машины, свою технологию self-driving. И вот на этих новостях акции Mobileye торгуются хорошо в плюсе. В принципе, это интересная компания. И на перспективу, я не знаю, там полгода-год, возможно, хорошее вложение. Она не находится на своих максимумах. В принципе, это быстрорастущая компания. Если там будут какие-то успехи, может получиться интересный риск-реворд. Вроде риска здесь немного, а реворд получится достаточно интересным. Так что, если вы ищете какие-то инвестиции в какие-то IT-секторы или в новую экономику, экономику интернета, то Mobileye может быть интересная компания. Еще апдейт на ту сделку, которую я очень долго жду. Это Bayer покупает Monsanto. Недавно вышла новость. Вообще, изначально, от какой точки мы отходим, то, что Monsanto заключила non-discosure agreement, то бишь, о неразглашении с компанией Bayer. Потом это они неразглашение расторгли. И сейчас компания Bayer говорит о том, что они приближаются к пониманию valuation стоимости компании Monsanto. Напомню, что последнее предложение было 125 долларов. Monsanto торгуется сейчас по 108. Довольно-таки неплохая поддержка находится в районе 103 долларов. В принципе, интересная сделка. Я продолжаю говорить о том, что 125 для Monsanto на таком рынке, когда рынок находится all-time high, это совершенно немного. И, наверное, лучше ориентироваться 135-140. Мне кажется, это такой fair value, даже на глаз просто определить. И я думаю, Monsanto это устроит. И еще представитель Bayer заявил, что в течение двух недель они постараются договориться и уже выйти с каким-то заявлением о том, все у них получается, либо вот не получается. Ну, элементарно, Monsanto сейчас стоит 180, рынок уже открылся полтора минуты назад, стоит почти 109 долларов. Теоретически, апсайд еще там 15-20% при таких консервативных оценках он может быть. Ну, либо если это будут оптимистические оценки, как у меня, то сделка, в принципе, может выгореть и получше. Ну, на самом деле, на этом все. Буду смотреть за акциями и, соответственно, снабжать, стараться вас новостями актуальными. Все, давайте, давайте, ребята.